В оздоровительном лагере футбольные ворота упали на ребенка. Все обстоятельства произошедшего будут установлены Бобруйским межринным отделом Следственного комитета в ходе проверки. В каком состоянии подросток? Скрыться не удалось. В Бобруйский водитель забило на правила дорожного движения. Особое внимание милиционеры уделят выявлению автолюбителей и мотоциклистов, севших за руль в состоянии опьянения. Что грозит лихачке? Перекур не задался. В Бобруйский загорелся балкон. Обязательно поставьте пепельницу, либо банку с водой. Неаккуратность или неадекватность? Это сирена. Громкие ЧП за неделю и страшная правда из жизни города. Мы уложимся ровно в 7 минут. Засекайте. С риском для жизни в оздоровительном лагере на 13-летнего мальчика упали футбольные ворота. Подросток играл с друзьями на спортивной площадке. Ребята по очереди запрыгивали на перекладину, чтобы подтянуться. Под тяжестью веса металлическая конструкция рухнула. Сейчас школьник находится в больнице. Его состояние оценивается врачами как стабильно тяжелое. Установлено, что футбольные ворота не были закреплены. Следователями с привлечением специалисты комитета служебных экспертиз проведен осмотр места. Опрошены очевидцы и администрация центра. Изъята документация учреждения. Закон не писан. В Бобруйский водитель, наплевав на ПДД, неслась сломя голову. Нарушительницей оказалась 25-летняя местная жительница. Она пересекла сплошную линию разметки и совершила обгон на пешеходном. Что было зафиксировано видеорегистратором. К слову, водительское удостоверение у девушки отсутствует. За что и грозит также административная ответственность. Особое внимание милиционеры уделят выявлению автолюбителей и мотоциклистов, севших за руль в состоянии опьянения, либо не имея права управления. Игнорирующих соблюдение скоростных режимов, пренебрегающих требованиями правил обгона и маневрирования, а также проезда пешеходных переходов. За прошедшие выходные на дорогах Могилевской области выявлено более 770 нарушений ПДД. Сотрудники ГАИ задержали 16 водителей в состоянии алкогольного опьянения, а также 37 бесправников. К административной ответственности привлечены 80 пешеходов. Под надежной защитой закона в Беларуси отметили День работников прокуратуры. На них возложена сложная миссия. Координация правоохранительной деятельности госорганов, защита конституционного строя, противодействия попыткам дестабилизировать обстановку в стране. Именно люди в синих мундирах вносят весомый вклад в обеспечение прав граждан, суверенитета и национальной безопасности. Подробности в репортаже Татьяны Горбач. Буквально на днях пенсионер Иван Логойко чуть не лишился своей двухкомнатной квартиры. На лечение правнука срочно понадобилась крупная сумма. Кредит отцу ребенка не дали. Тот обратился в столичную лизинговую компанию. Здесь согласились предоставить деньги, но под залог жилья прадедушки. Семейство исправно платило по 300 рублей, но спустя время просрочило платеж на два месяца. Тогда финансовая организация подала в суд иск о расторжении договора ренты, а затем и о выселении. Гром среди ясного неба прогремел, когда пришла жировка. В ней не было ФИО хозяина. Пошел у РВЦ, у нас, а там сказали, вы же выписаны из квартиры. А ко мне никто не приходил, никто. Не сообщали там ничего. Ну, я к онуку пришел, говорю, я бомж. И стали вот разбираться, что такое, писать эти письма по всех инстанциях. У нашу прокуратуру, в Могилеву, в Минск. Указанный гражданин обратился к нам с заявлением. Мы проводили проверку. И было установлено следующее. Было заключено два договора. Один договор купли-продажи, по которому наш заявитель продал свою двухкомнатную квартиру финансовой компанией за 1200 евро. И второй договор, который был заключен финансовой компанией с внуком нашего заявителя, по которому он, получив 1200 евро, принял на себе обязательство возвратить 1900 евро. То есть маржа по этой сделке составила 700 евро. Сделка, как выяснилось, была произведена на кабальных условиях. Её признали недействительной. Достигнуто мирное соглашение, по которому квартиру обратно продали Ивану Логойко за 948 рублей. Это та сумма, которую родственники не успели вернуть компании. Все долговые обязательства перешли к внуку. Хочу сказать огромное спасибо прокуратуре. Прокуратура проделала, ну как так сказать, она громадную работу проделала. То есть тут ничего даже не скажешь. Её доводы, её факты, её документы, то, что она подготовила, всё. Она это всё предоставила в суде. И суд решил, что признать сделку неликвидной и разойтись просто на простомирном путём. Татьяна Горбыч, Дмитрий Шевцов, Максим Галеонко, Сирена. В Гомеле ликвидирована порно-студия. На днях бобрызкие оперативники в сфере нравов задержали 35-летнего жителя областного центра, который в арендуемой квартире организовал студию по производству порнографических материалов. Помимо актёров, в съёмках участвовал и сам организатор. Посредством созданного и администрируемого им закрытого телеграм-канала мужчина организовал массовое распространение данного порноматериала. За доступ к указанному каналу брал порядка 100 белорусских рублей. В квартире студии обнаружены цифровые носители, информация, осветительная техника, видео- и аудиоаппаратура, соответствующие реквизит и декорации. Следователями возбуждено уголовное дело за изготовление и распространение порнографических материалов. Нарушителю грозит до 4 лет лишения свободы. Карманных дел мастер в Хотимске продавец магазина похищала деньги из кассы ради ставок в онлайн-казино. Недостача около 14 тысяч белорусских рублей. Как выяснили оперативники, на счёт похитительницы регулярно поступали крупные суммы денег, которые значительно превышали её зарплату. Оказалось, женщина почти два месяца сдавала в банк ежедневную выручку лишь частично. Всё остальное тратила на просторах интернета. В отношении 37-летней фигурантки возбуждено уголовное дело. В пятиэтажке на 50 лет в ЛКСМ загорелся балкон. ЧП произошло вечером 26 июня. В момент возгорания 44-летняя хозяйка находилась на лестничной площадке. Пострадавших нет. В квартире повреждены оконная и балконная рамы, закопчены стены и потолок. Частично уничтожены имущества. Причина пожара устанавливается. Специалисты не исключают, что пожар мог произойти по причине неосторожности при курении. Если у вас, либо у ваших близких есть такая привычка курить на балконе, обязательно поставьте пепельницу, либо банку с водой. И не выбрасывайте ни в коем случае окурки с балкона. Неосторожность при курении – одна из наиболее распространенных причин возгорания. Особенность пожара на балконе – высокая скорость распространения и вовлечения большого количества жилых помещений. Это была Сирена. Ну а больше новостей ищите на нашем канале в Ютубе и соцсетях. Я Кристина Рьянс. Увидимся через неделю. Субтитры подогнал «Симон»